Всем привет! Я наконец-то купила себе такую поверхность для фотографий, как я хотела. Это обычная самоклейка на дерево, и я ее нашла. Ну а сегодня у нас маленький такой мини-обзор на моего нового помощничка от Xiaomi Monopod. Давно хотела себе эту штучку и наконец-то смогла купить. Итак, вот как он выглядит. Легкий, удобный, Monopod Selfie Stick Tripod. У него выдвигается ручка. Есть на Bluetooth вот такой вот пульт, который вынимается. Вынимается очень легко и ставится на зарядочку через обычную зарядку USB. Идет в комплекте зарядочка, но нет самого зарядника. То есть через обычный телефонный можно зарядить. Угол наклона нашей ручки 270 градусов, а угол поворота держалочки вот этой вот. 360, то есть она крутится куда угодно. Ну и конечно же есть регулятор. Он довольно плотный, чтобы телефон не выпал. У меня одной рукой неудобно. Я его купила для того, чтобы снимать, но сейчас снимаю руками. Так, тут раскладываются ножки. Вот такие вот. Довольно устойчивый. Можно наклонить и снимать то, что ты делаешь. То есть он подходит не только как селфи-плавка, но и для тех, кто что-то делает ручками. Вот. Пульт включается длинным нажатием. И потом через блютузик. Вот он еще сетен блютуз. Можно снимать видео или фото. Что еще можно рассказать про этот монопод? Покажем, как он выдвигается. Ну, вот такая вот у него высота. Это максимальная. Собирается он очень компактно. И вот так вот закрывается. Неудобно одной рукой, конечно. Фокус, вернись. Легкий. Вот такой компактненький. Можно положить с собой в сумочку. Я даже в кармане джинсовой куртки носила. У меня там большие карманы, конечно. Лучше в сумочку. Противоскользящая ручка, чтобы ничего не выскользнуло. Стоит такой монопод до 2000. То есть, ну, в разных магазинах разная цена. Там от 1800 примерно до 1900 чечен. Там можно его приобрести. Максимум за 2000 я видела. Хотела взять другие моноподы подешевле. Но, во-первых, качество намного хуже было. Во-вторых, они абсолютно не подходили для моей цели. Потому что вот эта ручка, она не крутилась на 360 градусов. И угла наклона не было вообще. То есть, не подходит как штатив. А вот эту штучку, его можно и как штатив использовать. И как селфи-палку обычную. Советую. И с помощью этого монопода я буду снимать потом обзоры на свои покупки апреля художественные. Нулевой маркер-блендер. Вот такой узнаем, для чего он нужен, если кто-то еще не знает. И посмотрим, настолько ли он хорошо работает, как хотелось бы. Сравним ластик со сменными наконечностями на батареечках. Вот такой есть у Faber-Castell, дорогой. Сравним, можно ли заменить такой вот ластик дорогой, дешевым китайским. Ну, то есть, не китайским, а русским. Ну, в России. Всем пока! Ждите обзор на материалы.